Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. Вот так вот потихонечку возвращаемся в тему фитнеса, пока в формате теоретическом. Но и я думаю, что я больше вам буду полезен именно в теоретическом формате, актуален. Поэтому мы будем разговаривать вот так вот, сидя в кресле пока с вами. В общем, суть. Суть сегодняшнего выпуска заключается в гейнерах, да, вообще, как я отношусь сам. Я много раньше снимал, у меня было, я не знаю, осталось или нет, с спортивным питанием, да, видеоролики, которые я выкладывал в магазины спортивного питания, как там продавцы к этому относятся, рекламируют гейнеры. По-моему, у меня где-то в Инстаграме было, мы разговариваем, как бодибилдеры относятся, да, к использованию гейнеров. И сейчас я вам просто как врач выскажу свое мнение, вы можете с ним не согласиться или согласиться, но с точки зрения биохимии это, к сожалению, так. Просто у бодибилдеров всегда, конечно, на все свое мнение такое специфическое, и там мышечная масса находится всегда во главе угла, да. Поэтому, ну, вот если говорить гейнеры бодибилдинг, там каждый спортсмен, он, так скажем, является себе и врачом, и врачом, и кем угодно, поэтому, в общем-то, они сами принимают решение. Но если вы только пришли в зал, если вы не имеете опыта какого-то, да, занятий в тренажерном зале, неважно, там гендерная принадлежность абсолютно не имеет значения, мужчина вы или женщина, если вы не профессиональный спортсмен, вы не имеете соревновательный опыт, я вам с точки зрения человека, который имеет соревновательный опыт, и по бодибилдингу, и по пауэрлифтингу, опять же, могу сказать, гейнер – это не самый лучший выбор, в принципе. Загвоздка здесь стоит в том, что гейнер имеет в составе и сахара, как правило, и мальтед экстрим, но большая часть гейнеров, конечно, вот, поэтому все равно они в крови вызывают скачки сахара резкие, все равно это быстрые углеводы, низкогликемических совсем гейнеров не существует, ну, разве что мы гречку так будем называть, да, поэтому, соответственно, использование гейнера, по крайней мере, если вы не используете экзогенные гормоны, да, гормоны, введенные извне, абсолютно неоправданно и вызывает инсулинорезистентность. Если очень частая история девочки особенно, проблема с весом, падает вес, она приходит в тренажерный зал и говорит, тренер, я хочу набрать вес, он говорит, отлично, сейчас мы будем делать много силовых и пить гейнер, и вес попрёт, попрёт вес сразу, но на самом деле вес не прёт. Девушке такой нужно, в первую очередь, которая пила гейнер, сдать индекс хомо-ИР, посмотреть, не образовалась ли у неё инсулинорезистентность. То же самое мужчине, если вы пили гейнер долгое время, набрали лишний жир, лишний вес, проверьте, сдайте индекс хомо-ИР, нет ли у вас инсулинорезистентности. Если у вас проблемы с весом, помимо индекса хомо-ИР, то есть много жировой, мышечная масса всё равно плохо растёт, мы обязательно проверяем, сдаём ТТГ, Т3, Т4, проверяем щитовидную железу, и, как правило, проблемы вот эти лежат в щитовидной железе, а никак не в недостатке просто калорий в целом, потому что всё взаимосвязано, и, как правило, у людей, у которых здоровый нормальный гомеостаз, каких-то сильных перепадов в ту или иную степь нету, да, и как только они начинаются, либо к астении, либо к гиперстении, то вот мы и получаем, что кто-то пытается пить жиросжигатели, кто-то гейнеры, а лечиться никто почему-то не хочет и не думает об этом. Поэтому, дорогие друзья, если вы собрались пить гейнер, знайте, что гейнер будет хорошо работать только с применением, ну, на мой взгляд, с применением анаболических стероидов. Никак по-другому его включить максимально эффективно в ваш, соответственно, метаболизм, чтобы он принёс какую-то пользу нельзя, потому что будет у вас образовываться инсулинорезистентность. У спортсмена при приёме анаболических стероидов тоже образуется инсулинорезистентность, но есть ПКТ, когда мы и это состояние проверяем, и по необходимости лечим. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал. Жду вас в гостях в своём инстаграме, а также на консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова